Это же Саша и Настя у нас, правильно? Да. А вы нас узнали? Как думаете, кто я? Из вас. Они немного растерялись, когда домой пришел Дед Мороз. В декабре Саша и Настя Баскаковой написали ему письмо с новогодним желанием. Спасибо большое. Твоя у насная мозаика. Саша, когда была еще совсем малышкой, много рисовала, рассказывает мама девочки. Сейчас активистка российского движения школьников лепит из глины, поет в хоре и фотографирует. Рисованием сегодня больше увлекается сестра Настя. Я люблю всех рисовать. И письмо, и цветы, и маму, и папу, и бабушек. Настя пристально изучала Деда Мороза и внучку. Новый год – ее любимый праздник, и волшебников она хорошо знает. Сказочным гостям девочка устроила проверку. А для кто еще? А я снегурочку. Не показывай. А Саша волшебникам раздавала советы. К примеру, учила Мороза тому, как не разориться в Новый год. Сразу видно, что уроки по финансовой грамотности не прошли даром. Экономить на упаковке подарков. А как экономить? Ну, то есть можно не покупать подарочные упаковки всякие, а упаковывать в синую бумагу или в фольгу. Спасибо за Морозайку. Я думаю, что здесь не пятки. После финансового обучения Дед Мороз познал азарт от современных игр. В приставку «Сега» он сыграл вместе со Стасом Малыхиным. Ты хоть раз сыграл за Дедушку Морозу в приставку? Нет. Он говорит, представляешь, что теперь будет? Это наше прошлое, наше детство. Сега, она более развивающая внимательность. Ему она не повредит. Мы присоединимся обязательно к этому процессу. Стас не откажется от компании, но предпочитает самостоятельность, будь то игра или учеба. Мальчик старательно догоняет сверстников в школе. За эту четверть свел тройки к минимуму и уже почти хорошист. Осталось подтянуть русский. Мама Ирина уверена, что про учебу из-за приставки сын точно не забудет. А пока все его мысли о подготовке к главной ночи. Ведь Новый год – один из двух любимых праздников Стаса. День города, либо Новый год. А день города, как попал в твой топ? Просто на день города у нас здесь праздники, шоу разные находятся. А на Новый год тогда все не спят, начинаются там веселья, салюты. Задача мальчика на каникулы – пройти Марио. Дед Мороз и Снегурочка оценили трудолюбие и упорство мальчишки и пожелали ему успеха в учебе. Самое главное – это сделать уроки, чтобы все было хорошо. Все было хорошо на этот раз и у Ксюши и ее родных. В свой седьмой день рождения девочка вместе с большой семьей провела незабываемый вечер в боулинг-центре. День рождения каждого ребенка и другие важные праздники. Многодетная семья, несмотря на сложное материальное положение, старается выйти в свет. Всем вместе сходить в кино, поиграть в пейнтбол, в боулинге. Семья впервые. И это новогодний подарок Готовым от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Дети из всех трех семей получили подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки по просьбе депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Ежегодно, в канун Нового года, он участвует в благотворительной акции «Под елкой желаний». И кроме подарков – встреча со сказочными героями. Это дополнительный бонус к празднику. Анастасия Драган, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...